Здравствуйте, уважаемые садоводы! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим, как правильно выбрать саженцы, как не ошибиться, не купить больное растение и как правильно его посадить. И начнем мы с вами с самых распространенных семечковых культур. Это самые любимые, самые наши известные яблони и груши. К семечковым культурам, кстати, также относятся рябина, боярышник, ирга, айва и хиномелес японский. Но мы с вами сегодня занимаемся исключительно яблонями и грушами, которые самые распространенные в наших садах. Итак, яблони. Сейчас существует в мире свыше 15 тысяч сортов, и согласитесь, выбрать в таком разнообразии бывает очень сложно. Поэтому мы с вами будем ориентироваться на самые важные требования. Ну, во-первых, это сроки созревания. По всем срокам созревания все яблони делятся на следующие группы. Летние, осенние, зимние и позднезимние. Позднезимние сорта – это те, которые можно употреблять, начиная с января-февраля месяца и буквально до июня. Благодаря такому разнообразию мы можем растянуть перед потреблением свежих яблок практически на весь год. В зависимости от того, какой это саженец, однолетний или двулетний, требования будут различаться. Обычно однолетние саженцы имеют неразветвленный стволик. Некоторые сорта, у которых генетически обусловлено сильное ветвление, закладывают крону в первый год. Для двулетних саженцев обязательно наличие заложенных веточек. Это так называемые разветвленные саженцы или по иностранной терминологии книпбаум. Кроме того, требования к саженцам определяют его высоту. Если для однолетних саженцев, привитых на сильнорослых или среднерослых подвоях, высота должна быть стволика не менее метра, для карликовых не менее 90 сантиметров, то для двулетних растений высота должна быть более метра. И если это саженец на карликовом подвое, то более 90 сантиметров. Толщина. На что мы обращаем внимание? Дело в том, что подвой определяет, как вам известно, силу роста, скорость вступления в плодоношение, а также еще и толщину. Должна быть определенная толщина стволика растения у основания прививки на высоте порядка 10 сантиметров. Это 9 миллиметров для однолетних саженцев, привитых на карликовый подвой, и не менее сантиметра для сильнорослых и среднерослых саженцев. Если мы берем саженец двулетку, то у него толщина стволика на высоте порядка 10 сантиметров от места прививки должна быть, если мы берем карликовое растение, не менее 11 миллиметров. Если же мы берем саженец двулетний, привитый на средний и сильнорослый подвой, то 14-15 миллиметров. То есть это уже должно быть такое хорошо сформированное деревце. Но учитывая то, что при пересылке всегда есть риск травмирования, мы стараемся отбирать те саженцы, которые имеют более компактную крону и чуть пониже роста. Ну и плюс это, естественно, сказывается на весе посылки. Есть еще один момент. Многие спрашивают, какой саженец лучше сажать, однолетний либо двулетний? А может сразу посадить трехлетний и сразу буквально в первый же год иметь урожай? На самом деле лучше всего приживаются однолетние и двулетние саженцы. Чем старше дерево, тем сложнее ему перенести пересадку, тем больше он травмируется при выкопке, при посадке, тем больше ему надо времени на восстановление. Поэтому оптимальный посадочный материал – это одна и двухлетки, хорошо развитый корневой системой и хорошо заложенный кроной, здоровые, без признаков подсыхания и повреждений. Вообще на каждый посадочный материал, яблони, груши, ягодных культур и так далее, есть свои определенные требования, которые предъявляет, в частности, карантинная инспекция. И без этого разрешения даже саженцы продавать нельзя, им не выдадут просто документы на реализацию. Итак, признаки хорошо развитых, здоровых саженцев. Когда вы покупаете саженец, обязательно смотрите на его состояние. Итак, он должен быть прямым, вертикальным, либо допускается небольшое отклонение. Все-таки, когда мы прививаем растения, вы можете здесь видеть, в месте прививки побег растет сначала, немножко изогнувшись. Это естественная форма роста. В дальнейшем место прививки зарастает, здесь вот можно видеть, в дальнейшем место прививки зарастает, саженец выпрямляется, и это место становится практически незаметным. Итак, саженец должен иметь вертикальный рост. Его кора должна быть гладкой, не морщинистой, не пересушенной, без серьезных повреждений, которые мешают приживаемости. Почки должны быть живыми и находящимися в спящем состоянии, то есть не распустившимися, не развернутыми. На побегах, на коре, на почках не должно быть признаков заболевания, допустим, некрозов, заломанных веток, трещин и глубоких царапин. Допускаются срезы небольшие, гладкие, там, где питомниковод срезал ненужные веточки, либо поврежденные. Это нормально. Допускаются небольшие царапинки, не доходящие до древесины. Это все прекрасно деревом самостоятельно залечивается, и оно хорошо живет. Также не должно быть признаков болезней или повреждений насекомыми, погрызов, повреждения короедами. В таком случае ваши деревца гарантированно приживутся, дадут урожай и проживут счастливую, долгую жизнь. Также не забываем посмотреть на корни. Здесь у нас корневая система красиво упакована. Мы, пожалуй, не будем разворачивать, но видны вот корешки здесь. У растений, привитых на клоновые подвои, корневая система обычно мочковатая, рыхлая, многочисленная. Корни должны быть светлыми. Если немножко их поцарапать, то будет видна белая, либо светло-светло-желтая окраска внутренней части. Это значит, корневая система живая и готова к прорастанию. Более того, иногда, когда разворачиваешь земляной ком, видны уже свежие корни, которые деревце пустило за время транспортировки, готовясь к переезду. У растений, привитых на семенные подвои, должно быть не менее трех хорошо развитых корней длиной не менее 20 сантиметров. И как можно больше, приветствуется, то есть обрастающих мелких корешков. Итак, вы выбрали яблоньку, определившись с сортом, сроками ее созревания, с местом у себя на участке, как вам поступить дальше. Пока вы готовите яму, саженец должен тоже подготовиться к переезду. Вы аккуратненько снимаете упаковку и разворачиваете земляной ком, расправляете корни. Дело в том, что перед транспортировкой они были все аккуратно сжаты, уложены, чтобы занимать как можно меньше места. И вы должны аккуратненько вытряхнуть эту землю, чтобы корни распрямились. Просто сняв обертку и воткнув саженец в землю, вы окажете ему медвежью услугу. Корни не умеют двигаться. И пока они нарастят новую систему, заново фактически, пройдет достаточно много времени, и деревце не сможет нормально расти и развиваться. Итак, вы достали деревце из упаковки, вытряхнули аккуратненько землю, опустили в ведро с водой, расправили корни. И пока дерево стоит в воде, напитывается влагой, все-таки оно перенесло хранение на складе, оно перенесло переезд, пересылку, вы готовите посадочные ямы. Многие спрашивают, яму нужно копать, наверное, метр на метр на метр, туда там полцентня рановоза, земли. Нет. На самом деле, яблоня достаточно относительно небольших посадочных ям. Если у вас, конечно, хорошая плодородная почва, а не чистый песок или камни. Обычно копается яма глубиной сантиметров 50 и в диаметре 50-60 сантиметров. Если вы приобрели саженец с хорошо развитой корневой системой, то есть на сильнорослом семечковом подвое, у них обычно корни распростертые, то тогда ориентируемся на размеры самой корневой системы. То есть яма должна соответствовать ее диаметру, плюс небольшой запас по сторонам. На дно посадочной ямы вносим плодородный слой земли, который предварительно сняли сверху. Туда же мы вносим компост, либо перегной, либо перепревший старый навоз. Если этого нету, можно воспользоваться хорошим торфом, слабокислым, PH не ниже 5,5. Дело в том, что яблоня, как и все другие плодовые ягодные кустарники, за исключением голубики, предпочитают слабокислые почвы. Если же у вас на участке почвы кислые, торфянистые, желательно предварительно провести известкование, либо добавить в почву, в которую вы будете засыпать дерево, немножко строительного мела, грамм 200, тщательно все перемешав, либо доломитовой муки. Это раскислит почву и создаст благоприятные условия для роста ваших саженцев. Итак, вы подготовили яму, внесли в нее на дно хорошую плодородную почву. Теперь, для того, чтобы дерево активно укоренялось, обязательно добавьте в почву немножко суперфосфата. Вот на такие 1-2 летние саженцы достаточно 2-3 столовых ложек суперфосфата на посадочную смесь. Для чего? Дело в том, что суперфосфат, в частности фосфор, который входит в его состав, активизирует образование новых корней и рост уже имеющихся. Не секрет, что всем известный укореняч корневин содержит фосфор. Итак, яма готова. Она заправлена удобрениями. Вы достали свой саженец. Для того, чтобы правильно посадить саженец, следует помнить, что место прививки, вот это коленце, оно здесь отлично видно, место прививки ни в коем случае не должно оказаться под землей. При посадке, чтобы этот уровень мы не проворонили, мы обычно кладем на край посадочной ямы на длинную планку. И таким образом, вы можете прекрасно видеть, где у вас край ямы, чтобы не опустилась ниже. И засыпаем корешки, расправленные по всей площади ямы, максимально питательным грунтом. Обязательно поливаем растения. Какая бы почва влажная ни была, лучше полить одно, если засушливая погода, то и два ведра. После посадки деревца обязательно подвязываем. Кто-то ограничивается одним колышком, кто-то двумя, кто-то устраивает целый забор. Главное условие. Молодое деревце должно стоять прочно и не шататься сильно под ветром. Оптимальная подвязка в двух местах, сверху и снизу. В таком случае, никакой ветер его не расшатает, и корни могут прекрасно схватиться с почвой. В противном случае сильные ветра не дадут корням схватиться с почвой. Они будут все время обламываться, и ваше растение будет долго страдать и укореняться. И, наконец, мы красим наши деревца. Дело в том, что большинство саженцев хранится зимний период в специализированных хранилищах, где выдерживается нужная температура. Там темно, там прохладно, и тут они попадают на яркое солнышко. Соответственно, это может вызвать ожоги их нежной коры. Поэтому покраска садовой краской после посадки в сад обязательно. Когда вы посадили саженец, наступает момент его первой формировки. Дело в том, что саженцы вам присылают с той кроной, которая ему сформировалась в процессе роста. И она не всегда бывает правильной. Например, вот здесь мы можем видеть проводник и его конкурент, которые образовали очень острую развилку. И вот здесь хорошая такая веточка, которая идет в сторону, и она гораздо их выше, и она претендует именно на то, чтобы стать будущим проводником. Запомните, проводник должен быть один. Конкурентов у него быть не должно. И сейчас, после посадки, вы должны сделать выбор, кого оставить, кого убрать. При этом, пожалуйста, руководствуйтесь одним простым правилом, который пригодится вам и в дальнейшем при обрезке. Лучше сделать один большой срез, чем несколько маленьких. То есть в данном случае правильнее будет удалить вот эту вот всю верхушку над вот этим хорошо развитым побегом яблони. Вот так. Кто-то может сказать, но он же кривой, он же некрасивый. На самом деле, вот этот побег прекрасно выпрямится и станет достойным проводником вашему дереву. Ведь если мы срежем здесь, потом укоротим вот эту веточку, чтобы она не конкурировала, мы получим целых два среза. Оптимально будет сделать один и замазать его садовым варом либо бальзамом. Вот после этого можно считать, что вы свою задачу выполнили полностью. Теперь дерево должно само приступить к росту, развитию, ветвлению, цветению, плодоношению. Кроме того, бывают такие случаи, что попадаются не очень качественные саженцы. Как узнать, как определить дефект? И вообще, что такое дефект для саженца? Какие саженцы ни в коем случае нельзя приобретать, чтобы потом не иметь с ним проблем? Во-первых, это серьезные повреждения коры древесины, глубокие, которые затронули большую площадь. Такие саженцы будут очень долго болеть. Это повреждения корневой системы. Не допускаются разрывы, большие разломы или выломанные корни с дуплами. Такие саженцы, к сожалению, тоже заболевают. Не допускается наличие болезней и вредителей. Также хочу обратить внимание, что шип в месте прививки должен быть вырезан. И если он вырезан недавно, замазан желательно краской или садовой замазкой, бальзамом, чтобы в этом месте не появилась инфекция. Только в таком случае ваши саженцы будут жить долго. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, приобретайте качественный посадочный материал и процветания вам и вашему саду.